Мы сказали вчера, на предыдущем листе, что есть спор между Раби Лазар и Раби Йоханан, что человек, который успехал болен на седьмой год, он молокот получает или нет? Раби Лазар говорит, что получает, Раби Йоханан говорит, что не получает. Почему? Раби Лазар учит закон про Кларуфра, что общее правило, потом спецификация и общее правило работают. Но что там было у нас, что Тора говорит, свое поле, пусть оно отдыхает, то есть это позитивная митцва, потом написано, его не засевай в седьмой год, это негативная митцва, и дальше еще общее правило, то есть правило, детали, общее правило. Говорит Мара, что Раби Йоханан говорит, мы не учим Кларуфра, когда есть позитивная митцва и негативная митцва, то есть негативная митцва не можно учить мне про позитивную, а про позитивную и про негативную. Раби Лазар говорит, и может. Говорит Мара, матнито флига ал Раби Лазар. и почему и шамер лотосы ухти шам тали шам тассы в гинте тива и лук и тива саоса асэгу говора говорит что меч на фотографии вроде идет против не менее мнение ровно за почему у нас есть запрет как мы знаем резать животных форма но за пределами бета-пигнаша не только из грязи сжигать приносить их на жертву никто кроме этого откуда мы это знаем по су говорит сторим что будь внимательен осторожно чтобы ты не приносил в жертву все сражения в любом месте который ты захочешь что значит будем мать и шамер лиха это негативная митва это всегда негативная митва и шамер лотосы теперь следующий посту говорит там ты должен принести эту жертву где-то где я выберу где в том колене я выберу то есть в этом мигдаше это какая митва у нас это позитивная митва позитивная митва и что получается что принеси там имеется ввиду тассы это имеется ввиду принести курбан и тоже зарезать что то что говорит что здесь у нас получает так там принести тора записывает один закон за другим что принести на жертвы и зарезать кучу нас тому что есть запретительная митва и позитивная митва приносить курбан за пределами бета мигдаша и кроме этого это относится то же самое к шхите когда человек зарезал он нарушил и запретительную и по величинам метву а говорит мара что вы если бы этого не было написано чтобы у нас было только быть повелителя митва не резать как не приноси курбан и так же не резать а если то там было только в chị� ростей довещен имеется виду был только бы один запрет но говорит кто любого то есть есть положительные запретительная и потом papers moroni то что второе написано что мы сравнивают это кэш шлита и ватку рпан что нужно корман сделать для чего для того чтобы еще лоту марк ему и тема гэбэ шаббат что мы сказать что даже что закон здесь когда человек зарезал барашка и принес его карман замедел в этом этаже как закон шаббата какой закон шаббата человек забыл что сегодня шаббат и вот в это время когда он забыл он сделал так хапа харац нас он скопал землю харац этого взяла скажем тяжелую скамейку про сделал там ритвину и воткнул что-то в землю делал там яму то есть он в принципе нарушил три запрета но это сделал он в один за один раз за одну забывчивость и но хая в эрахат сколько курмана должен принести это был неумышленный грех один корбат почему потому что он нарушил один запрет не пахать на шаббат да три разных вида пахания у него было но один запрет 2 тыс ахад за рак дейла поэтому я бы подумал что человек который запретил на израиль запретил на беда мигдаша зарезал окропил кровью и вас и сжёг корбат логия хая вэлэхад я бы подумал что тоже должен один корбат как как шаббат лифун кэн царих мимар хаяла кола хадаха но поэтому посуд идет один за другим что и шамэлэхад митсвана тассы и шамтасы это митсвад это шамтан это миша это миша от осы что за каждое это действие за резкую закрепление и за вас курение человек должен будет принести отдельный курбан это отдельный грех мара визе ира арбе хия бараши и бешенка она визе ира бараши со слов кахана говорят так анну тая без шаббат хая в мишун зоре человек который посадил дерево в шаббат нарушил какой запрет не сеять в шаббате запрет сеть посеял то посадил дверцу посеять но горы мара без ира амар газу мерки но тэм приблизительно в чай который подрезает деревья какой запрет он нарушает запрет сей сеть почему ты подрезал деревья для чего-то ведь подрезать чтобы они лучше нашли росли теперь говорит получается на таве зама без и мир без швей если он посадил и тоже обрезал ветки седьмой год аль да ты ты кахана хая в штайм по рождец начало хмара хочет сказать что по мере без ира все равно что он всего лишь посадил на то что он не посадил ипотезу кумама визе ира или азу мерки но тенора без ира что сказал человек который подрезает ветки он все равно что тот кто сажает но он не сказал шема анну теке зумер что тут кто сажает подрезает но даже без ира скажет он нарушит два запрета все действия связанные землей связаны с посевом были в правиле кто то песня что камеха лов тезра или hello to the smoke hours халты зравы там а халты зему а коль а я билла зря все было в этом запрете сеять а почему отдельно только написала не подрезай свой виноградник такая что для него есть отдельный запрет еще один устражает закон все было в этом праве и это и подрезании виноградника это улучшает его рост тоже был что теперь ты хочешь сказать так как это подрезание виноградник подрезание веток она была вынуто из правила отдельно его написала тора теперь ты хочешь от его освободить но посадил и подрезал нарушил два запрета и думают мара а ва лешне хавеле чане бен альдате декана бен альдате дэрбизера хаяфштайм и по мнению кана и по мнению рэбизера в любом случае кто посадил зелы и подрезал ветки чтобы они лучше росли нарушил два запрета и получает два наказания разрешаем на этом мы закончили в этом тактате все что касается киль айм смеси этих связанной с полем и до конца трактата мы с вами обсуждать другие смеси смесь шерсти льна и смерть разных животных а раз другом на рула а мفами мир